Приветствую вас и проблема достаточно серьезная. Решается она через осознание того, почему вас это так сильно задевает. Вот вы говорите, что вы не можете смириться, что ваш мужчина не избирательный. Хорошо. Значит, вы боитесь, опасаетесь, что молодой человек не считает вас достаточно значимым для себя. И для него то, что вы вместе значит не так много, как для вас. В противном случае вы бы спокойно относились к тому, что у него до вас были отношения с кем-то. Просто потому, что он, простите, вас не знал. Еще. До вашего знакомства у него была жизнь. Он жил до вашего знакомства. И у него были потребности. И он эти потребности удовлетворял. Вот если бы он, зная вас, и встречаясь с вами, спал бы с другой девочкой. Вот это да. Это было бы неприемлемо. Но он же не знал, что вас встретит. Не знал, что познакомиться с вами. Он, соответственно, жил так, как получалось свое удовольствие. Постарайтесь дать ему право. Или постарайтесь дать себе установку, что до знакомства с вами этот мужчина был вообще другим. Он не жил. Он существовал. А вот сейчас с вами он только живет. И отсчет жизни его ведите именно с момента вашего знакомства. Постарайтесь, по крайней мере, это сделать. Понимаю, сразу не получится, но, тем не менее, постарайтесь. Дальше. То, что касается, непосредственно, вот, вашего сомнения в себе. Почему вы с себя сомневаетесь? Откуда такая неуверенность? Чем она продиктована? Может быть, вы не достаточно хорошо выглядите, по вашему мнению? Может быть, одеваетесь? Может быть, ведете себя? Может быть, мужчина с вами не очень счастлив, по вашему мнению? Что заставляет вас думать, что вы для него не так сильно значили? И если что-то, действительно, вы считаете, можно улучшить, так улучшит. Постоянно развивайте. Прогрессируйте. Удивляйте своего мужчину. Далейте ему ласку, нежность, заботу, тепло. Сделайте так, чтобы он ни на кого не захотел смотреть, кроме вас. И здесь можно сказать, что только через личностный рост. То есть, в данном случае, вот вы с мужчиной, да? Вы с ним пара. Это хорошо. Это понятно, что вы пара, вы вместе. Тогда, ну, несмотря на то, что вы пара, вы есть еще и вы. Вы отдельно. И вам необходимо вот развиваться именно в этой стиле, как отдельной личности. Реализовывать свои интересы, свои желания, свои мечты. Заниматься тем, что вам нравится. Расти как личность. Как индивидуально. Не как женщина ваша, мужчина, а как отдельный человек. Полноправный. Этим вы и себе услугу окажете, что не будете замирать на месте. И мужчине будет с вами интересно. И времени для подобных мыслей не останется. Еще к тому же. И, наконец, последнее. Каждый раз, когда вас посещала подобная мысль, вот что, мужчина был другой и так далее. Вот для начала спросить себя, он виноват? Вот просто поставьте себя перед этим вопросом. Он виноват в том, что так случилось? Есть его вина или нет? Если нету вины, а ведь если бы она была, то вас бы с ним не было. Так вот, если у него вины нет, каждый раз, когда вас одолевают такие мысли, постарайтесь проявить внешность к мужчинам. Заботно, тепло. Ласку, 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 напишите ему что-нибудь, обнимите, поцелуйте, сделайте что-то приятное. И тогда, постепенно, через 3-4 раза, негатив постепенно будет вытесняться к позитиву. Просто потому, что у вас эти мысли будут появляться, вы их будете заменять позитивными мыслями и постепенно у вас будут появляться позитивные мысли и позитивный настрой. Главное только делать это стабильно. То есть, не пропускать и в обязательном порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Удачи! Удачи! Какая Valve Продолжение следует... Продолжение следует...